500 профессий на выбор пройти курсы повышения квалификации, получить новые знания, востребованные на рынке труда, могут новосибирцы. В рамках нацпроекта «Демография» занятия проводят на базе профильных учебных заведений. В химико-технологическом колледже сегодня побывала наша съемочная группа. На практической работе в лаборатории не совсем студенты. Профессия у них уже есть, а на обучающем курсе по нацпроекту «Демография» получают дополнительную специальность – лаборант химического анализа. Честно скажу, у меня нет образования химического. Есть какие-то моменты, где сложновато, не понимаешь что-то, но в дальнейшем разбираешь, читаешь и спрашиваешь. Не нравится, что здесь больше практики, а не теории. Список профессий в рамках федерального проекта «Содействие занятости» широк – от управления многоквартирным домом до рекламщика и IT-специалиста. Курс лаборанта химического анализа под руководством сертифицированного эксперта WorldSkills Russia длится два месяца. В первые даже занятия был виден ужас в глазах тех людей, которые профильного образования не имеют. Но, тем не менее, сейчас уже я вижу, что все работают. Все-таки мы здесь получаем рабочую профессию, они не будут заниматься наукой в этой области или что-то еще. То есть, в принципе, освоить рабочую профессию за два месяца вполне реально. Обучение проходят люди разных возрастов, интересов и профессий. Главное – желание усовершенствовать свои знания или вообще сменить специализацию. На территории региона национальный проект работает с 2019 года. Но если тогда обучали в основном людей старшего возраста, то с этого года список категорий, которые могут пройти курсы бесплатно, существенно увеличен. Это и люди возраста 50+, включая людей предпенсионного возраста, женщины с детьми дошкольного возраста, либо женщины, находящиеся в декретном отпуске, и люди, ищущие работу, включая безработные граждане. В этом году заявки на обучение подали 10 тысяч человек. Задача национального проекта «Демография» – среди прошедших обучений найти новую работу или получить дополнительные компетенции по своей специальности – должны как минимум 80%. По опыту прошлых лет в Новосибирской области этот показатель составляет 98%. Станислав Блинов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Станислав Блинов, Новости ОТС.